А что вы думали? А вы думали, у автостопа нет своих зрителей? Нет, ребятки, у автостопа есть свои зрители. И давайте зададим вопрос, почему в автостопе я никаким образом не показываю людей, которые с вашими машинами что-то делают? Вопрос очень интересный. Почему я их не показываю? Потому что их нету. Зато в автостопе я показываю тех, кто может восстановить ваши машины, а вот они уже есть. Их, естественно, не так уж и много, если честно. То есть, грубо говоря, две-три точки. И почему я это говорю? Потому что я этим людям доверяю восстанавливать свои машины. Да-да-да-да-да, я также восстанавливаю машины, и они мне приносят больше удовольствия. Потому что, когда из ничего делаешь вот такую штуку, это вообще очень круто, и все начинают понимать, что тот человек, который ведет эту программу, уж 18 лет, как в эфире, он работает, и он понимает результат. И поэтому я вам говорю, куда необходимо приехать. Вам необходимо приехать сюда. Северный переход 20, автоцентр, авеню. А вот вы и подивитесь, как из разнообразной и никакой машины возрождается наша история. Извините, господа, судари, сударыни, а лучше товарищи. Я в детстве думал, что ВАЗ рулит. Я просто не знал, что БМВшный двигатель москвичей в большем объеме выдает 75 колбылок. А ВАЗики-то нет. Мало того, на Мякиче мы залазили в дебри не детские. И там оборотистый двигатель ВАЗа просто шлифовал бы. А Мякич-то ехал. Мало того, на Кубе я видел обратное. Москвичи практически не ржавеют. Есть там в идеале по поверхности американцы. Но если бы не рама, то днища там оригинального-то и нет. Все переварено. К слову, лучшие качественные машины у нас, по сути, только Москва. А Московию солят. И московские машины нужно переваривать. Благо, что наш город металлургов. Пороги и низы можно сделать и поменять. Вот так вот, да? Хорошая машина, хороший результат. Я такие машины знаете где видел? Я их видел на Кубе. Я там же видел ВАЗы наши. Так вот, вот эти машины там практически не гниют. Как это сделано, я понятия не имею, но это и есть уровень. То есть, мне-то всегда казалось, что ВАЗики они роют. Оказывается, они сегодня не так и есть, по сути событий, да? То есть, работают машины, работают. И я вам честно скажу, что даже те старые машины, которые там есть, они в изумительном состоянии. Когда мы пришли сюда, вот вопрос у меня возникает. Мне просто показали эту тему. То есть, оказывается, что сейчас можно проварить ваш замечательный кузов. Да, сделать это таким образом, что он не будет ржаветь. То есть, обратите внимание, вы, наверное, сейчас увидите, да? Расцветочка, каким макаром она здесь сделана. То бишь, когда вы все это дело провариваете со специальным флюсом и есть специальный инструмент, который обволакивает. То бишь, внутри все заварено, а снаружи все это дело покрыто латунью. О как! Это очень даже интересно. И рано или поздно мы вам покажем этот результат, и рано или поздно вы должны понять, кому необходимо ехать. Кто может вашу машину вот таким же образом проварить. То есть, в месте сварки никаких проблем не будет. Может быть, все остальное сгниет, но место сварки не сгниет. Это очень хороший показатель, и он здесь работает. Я-то таких вещей не видел, но они есть в сервисе Авеню. Вот где надо восстанавливать машины. Делают, по сути, то, что и после амортизации, а это 10 лет, и после перехода машин из олтаймеров в раритеты, а это после 30, и сами раритеты делаются до уровня лучше завода. Вот так это делается в сервисе Авеню. Это все, конечно, хорошо и красиво, да? Давайте все-таки определимся, почему люди не ремонтируют свои машины. То есть, в отличие... Я тоже езжу, да? Я не сильно люблю, когда люди на меня смотрят и говорят, что, Алексей, у тебя какая-то машина корявенькая. То есть, если мы обращаемся к вам, что мы имеем? Мы имеем в виду качество, мы имеем в виду сроки. И я так думаю, что мы не хотим больше к вам обращаться, потому что вы делаете изумительно. Ну, мы уже как-то с тобой разговаривали, возвратов у нас практически, автомобили не возвращаются, там, ну, может быть, за всю историю парочку было. Качество мы гарантируем, гарантируем документально, у нас все официально через заказ. Гарантируем своим трудом, своими навыками, своим оборудованием. Мы научились работать, ну, в наше время на 5, конечно, тяжело сказать, ну, 4,5 у нас балла, это всегда. Да, делаем отлично. Машинки наши ты видел. Вот у нас был небольшой проект, недели на 3, в «Москвиче», 412-е. Я тебе его покажу. В завершенном этапе уже, он открашенный, чистенький, все. Ну, еще внутри мы там чуть-чуть сейчас поколдуем, музыку поставим, сигналку поставим. Ну, и как бы на этом пока остановимся. Этот человек коллекционирует машины. Ну, а что касается страховых, страховые сейчас деньги выдают людям на руки. Люди, как правило, ну, машинка ездит, ездит, что нам сейчас чиниться? Давай там съездим в Турцию или там во Вьетнам. Потом, как правило, денег таких насобирать не могут на ремонт. И, как бы, получается, что машинки ездят по городу такие невосстановленные. Ну, а те, кто приезжают, от нас уезжают всегда довольные. У нас, помимо того, что мы сделали машину, у человека закреплен дисконт. Дисконт 10% на дальнейшее обслуживание. Мы же здесь и сервис, у нас также и химчистка, и все-все-все. Как бы, и они становятся нашими постоянными клиентами. Я не буду говорить, что это плохо. По-моему, это даже очень сильно хорошо. Потому что, обратите внимание, программа «Автостоп». 18 лет в эфире. Очень небольшое количество людей, которые у меня работают. Совсем небольшое количество людей, которые еще и машины красят. То есть, я же такой же коллекционер, по сути, событий, правильно? Я смотрю за теми, кто мои машины ремонтирует. Это фуфление, я не собираюсь свою передачу вносить. То есть, и вы также моими машинами занимаетесь. Кроме всего прочего, я обратил внимание, что у вас абсолютно нового введения. То есть, вы варите так, что эта штука, потом с ней ничего не случится. Да, мы в ногу с современным оборудованием. У нас хорошие лакокрасочные пистолеты, там, САТО 5-тысячные. Мы прикупили хорошие сварочники. Как бы, не стоим на месте, двигаемся вперед, Алексей. Так что, у нас, как бы, с этим все нормально. Вот она красотища. Красота изумительная. Мы же ездили. Да, это были наши малолитражки. Не американцы, конечно, но такие москвичи выигрывали мировые первенства. Вот как мы жили. И забывать про это я бы не стал. Да, скоро пойдут электрические машины. Но поверьте, я не видел ни одной машины, даже из гаража, чтобы там не найти. Где-то вмятины и необходимо было покрасить. Не было такого, поверьте мне. Но отремонтировать любой автомобиль можно, сделав его в сервисе Авеню. Вот. Четко получилось. Отлично. Хотите увидеть результат? Вот он. Ну, найдите новинку. Нет такой. Но ваша машина и это новинка, сделанная руками специалистов. Да, она нравится мне. Думаю, и вам. Да, механка. Да нет усилителя руля и мясорубки на дверях. Но смотрится изумительно. И если честно, то современная техника типа России, по сути, все это обмылки. Хочется другой крутизны, но крутизны американской нам не дают. Так давайте восстановим не только свою историю, но и мировую. Потому что до принятия драконовских мер по растаможке мы ездили на лучших машинах. Их надо только сделать. Вот так вот. Вот так вот. Да-да-да. Мы смотрим, мы получаем результат. И результат нас в действительности радует. К сожалению, я сюда вот не приехал. Потому что случилась-то проблемка с моим автомобильчиком. Ее потюкали мало. Сто. Я решил, что человеки могут ее хорошо сделать. Но, как показала практика, не все то, что должно быть. Живет в данном случае на поселке Димитрово. Ну, нет. Было, конечно, красиво до поры до времени. Потом все дело растрескивается. Ребятки, давайте все-таки обратим и объясним, что. Есть такой механизм под названием шпаклевка. Берется шпаклевка и выравнивается все типа. Так вот, я не думаю, что шпаклевка вам нужна. Вам необходим качественный ребенок автомобиля. И уже потом, и даже если что-то уж совсем случилось и нехорошо, то бишь, очень грамотно и аккуратно можно практически хорошо и с лучшим результатом, чем это делается там, где машина собирается, сделать вашу новую машину. Уж поверьте мне, у нас очень крутые специалисты. Одни из которых работают здесь, в автоцентре Авеню. На улице Советский Северный Переход 20. Вот как-то так. Только место вам такое найти-то надо. Хотя зачем такое место искать? Это же телевидение. И вот оно то самое место. Автосервис Авеню.